В России начали продавать совершенно новые внедорожники Havail с полным приводом. Новый кроссовер Havail H-Dog 2-го поколения, ранее не был представлен на российском рынке. Дебют H-Dog состоялся в Китае на автосалоне в Чинду в прошлом году. Havail H-Dog с равним по размерам с черри тига 8 и шкода кодиак и крупнее чем известный в России Havail Дорго. По своей длине 4705 мм он превосходит его на 85 мм, а по расстоянию между осями 2810 мм на 72 мм. Его ширина и высота составляют 1908 и 1780 мм соответственно. Новый китайский кроссовер имеет несущий кузов и построен на базе модульной платформы Lemon с поперечным расположением мотора. Под капотом внедорожника Havail H-Dog 2-го поколения разместился 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбодвигатель внутреннего сгорания мощностью 238 л.с., работающий в связке с 9-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач и полным приводом. В салоне внедорожника в наличии имеется приборная панель размером 12,3 дюйма с дополнительным верхним сектором для контрольных ламп. Также, мультимедийная система диагональю 14,6 дюйма, плюс еще и проекционный дисплей на 9,0 дюйма. Из прочего оснащения нового Havail H-Dog 2023 года стоит отметить передние сидения с электроприводом, подогревом и вентиляцией, панорамную крышу со сдвижной секцией, подстаканники с подогревом, а также ремни-фиксаторы для бутылок на дверях. Российский дилер, который привез новый кроссовер Havail H-Dog второго поколения из Китая, просит за него 3 миллиона 800 тысяч рублей, или примерно по курсу на данный момент 39 тысяч 500 долларов США. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok